МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золотая шайба в действии. Узнаем, кто стал победителем хоккейного турнира в Вельске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паралеву Франсе, а вот некоторые могут, да еще и с 14 лет. В Архангельске проходит самый крупный интеллектуальный марафон среди учеников школ, гимназий и лицеев. Подробнее о региональном финале Олимпиады школьников расскажет мой коллега Аким Самедов. Первый день для участников регионального финала Всероссийской предметной Олимпиады школьников посвящен французскому языку. 22 участника из Архангельска, Северодвинска и Коряжмы. Макар Ахраменко ученик 6-й гимназии. Как и многие дети, с начальной школы он изучал английский язык. Но с 7-го класса решил дополнительно заняться очаровавшим его французским, с которым теперь расставаться не планирует. Если говорить о вузах, то я планирую поступить на факультет бизнеса или же международных отношений. Я бы хотел изучить испанский язык, так как он схож с французским из одной группы и одинаковые корни. И он в целом похож на французский. Открывающий Олимпиаду французский язык лишь один из 21 предмета учебной программы в региональном финале. Наши ребята получили опять возможность проявить свои способности, свои знания, свои умения, показать свои компетенции. Для них это действительно возможность, которой они всегда у нас с удовольствием пользуются. Возможность поучаствовать в региональном этапе получили больше 1300 школьников области. К слову, победителей и призеров Олимпиады ждет денежное поощрение. Аким Самедов, Светлана Михеевская, регион 29. В Няндаме планируют капитально отремонтировать центральную библиотеку. Все потому, что сельские читальни и дома культуры в районе переоборудованы по современным стандартам. Что не сказать о городской. Можно взять пример центральную библиотеку города Няндаму, где имеется взрослое отделение, детское. И данная библиотека требует капитального ремонта, так как других зданий, в которых могла бы библиотека разместиться в городе, к сожалению, нет. Поэтому провести ремонт данного учреждения очень необходимо. В здании центральной библиотеки уже проведен ремонт благодаря областным субсидиям. Они позволили обновить помещение взрослого абонемента. Но уверены власти района и руководству библиотеки к ремонту нужно подходить комплексно. Планы по его дальнейшей модернизации у нас, конечно же, есть. И мы очень надеемся, что после проведения капитального ремонта нам удастся также привлечь с успехом федеральные средства в размере уже 10 миллионов рублей для того, чтобы модернизировать библиотеку согласно модельному стандарту. На капитальный ремонт библиотеки необходимо около 30 миллионов рублей. Теперь Вельск. Там в дни зимних школьных каникул ежегодно проводится турнир на призы Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». На открытом льду хоккейного корта «Центра Заря» сражались команды из трех регионов страны. Кто победил, расскажет Михаил Меньшинин. Золотую шайбу в Вельске играют уже в 17-й раз. Меняются поколения, зато азарты, жажда борьбы у юных хоккеистов неизменны. Да и как по-другому, если среди зрителей президент клуба «Золотая шайба» и внук легенды советского хоккея Анатолия Тарасова Алексей. Первый турнир в новом году, каникулы, зима, снег, очень красиво. И всегда мне нравится, что величане встречают этот турнир всегда с интересом, всегда есть люди вокруг, смотрят. Не обязательно это родители хоккеистов, а просто те, кто любит хоккей. За медали сражались пять команд из Архангельской, Ивановской и Ленинградской областей. Главные претенденты на титул – наши ребята из УЛК. На льду разбивали одного соперника за другим. Впрочем, опытные поклонники хоккея, среди которых и главный амбассадор этого спорта в Вельске – Энгельс Лопатин, все равно говорят – расти есть куда. Претензии у тренеров всегда есть к одним игрокам, но, в принципе, игры шли напряженные, поэтому и тренерам команды пришлось непросто. То есть игры очень напряженные. В финале на радость местной аудитории встретились две команды нашего региона. Борьбу хоккеистам УЛК навязали игроки Коряжемского кристалла, но отобрать победу у лидера не вышло. УЛК – чемпион. Мы очень много тренировались, и мы очень дружны. Как вам ребята, соперники? Они очень хорошие. За счет чего удалось победить вам? За то, что мы много тренируемся, и все вместе, коллектив у нас общий. Бронзовые медали увезли с собой хоккеисты Ивановского-Русича. Вторая команда УЛК стала четвертой. Айсберг из Ленобласти турнирную таблицу замкнул. Но главное не места и кубки, а игровой опыт, который с хоккеистами точно останется навсегда. Михаил Меньшанин, Андрей Миронов, Регион 29. На этом пока все. До встречи в вечернем выпуске новостей в 19 часов ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова